доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и мне наши потенциальные настоящие контрагенты задают вопрос на основании чего какого документа проводится психологическое обследование вся регламентация психологического обследования находится на нашем сайте в свободном доступе ее можно почитать на странице услуги но самое главное лаборатория функционирует благодаря 532 приказу но для контрагентов самым главным самым важным документом является постановление правительства российской федерации от 97 года 03 03 97 с изменениями от 20 07 2011 года это постановление правительства имеет номер 240 давайте мы с вами его откроем вот это самое постановление правительства с изменениями от 20 июля последние изменения 2011 года и соответственно документ называется перечень должностей работников объектов использования атомной энергии которые должны получать разрешение федеральной службы по экологическому технологическому атомном отзору на право ведения работ в области использования атомной энергии и далее идет перечень этих должностей давайте мы их посмотрим я уже их показывал здесь есть все ссылки на законодательные сайты гарант и так далее и вот собственно пошло приложение сам перечень по 240 по 240 по 240 постановлению обратите внимание у нас это выделено особо понятно это так происходит на любом предприятии вот здесь вот частности первые работники атомных станций кто же на атомных станциях должен проходить такое обследование это руководители прежде всего директор главный инженер замы и вот мы жирненьким это выделили в этом приказе персонал ведомственного производственного контроля ядерной анационной безопасности а самое главное персонал ведущий технологический процесс оперативный персонал другими словами и давайте пойдем дальше работники предприятий по циферкой 2 можете сами почитать все прекрасно видно давайте сделаем немножко крупнее работники предприятий руководящий персонал и соответственно персонал ведущий технологический процесс далее 3 работники исследовательских реакторов и так далее руководящий персонал и персонал ведущий технологический процесс работники судов с ядерными энергетическими установками руководящий персонал капитаны дублеры капитанов старшие помощники и персонал ведомственного производственного контроля кроме того персонал ведущий технологический процесс почему я это особо подчеркиваю на ядерной установке далее 5 работники судов яд атомно-технологического обслуживания опять персонал ведущий технологический процесс 6 работники предприятий судовостроительной промышленности и так далее и 5 персонал ведущий технологический процесс 7 работники предприятий топливного цикла с ядерно опасными и радиационно опасными участками. Это, собственно, где вот лаборатория наша существовала на протяжении более 12 лет. Соответственно, опять же, руководящий персонал и персонал, ведущий технологический процесс. Понятно, что на предприятии один директор, один главный инженер, его замы и, соответственно, персонал. Речь идет о рабочем персонале. На практике все это заканчивается тем, что к нам выходят на связь контрагенты и говорят, вот давайте мы у вас пройдем психологическое обследование. Проходят 2, 3, 4, 5 человек. Забывают о персонале, ведущем технологический процесс. О рабочих забывают. Свою бытность на протяжении более 10 лет моя лаборатория обследовала около чуть менее тысячи человек. Ну, будем говорить тысячу человек. В какой-то год больше, в какой-то чуть меньше. Но в среднем это тысячи человек. Проходил у нас в лаборатории обследования, ПФО, проходил рабочий персонал. Дезактиваторщики, аппаратчики регенерации и так далее, и так далее, и так далее. Это был весь рабочий персонал. Сейчас, в связи, понятно, с экономической, наверное, прежде всего, ситуацией и так далее, отсутствием каких-то свободных средств у предприятий, о них благополучно забывают. Следующее видео, которое я буду снимать, будет называться «Самая страшная тайна научно-практического центра АКМЭ – лаборатория психологического обеспечения». В ней будет продолжение вот этой настоящей темы, и там я раскрою действительно самую страшную тайну научно-практического центра, моего центра – лаборатория психологического обеспечения. А сейчас пока давайте продолжим. Некая интрига. Опять. Восьмой. Работники пунктов хранения радиоактивных отходов. Руководящий персонал и, подчеркиваю, персонал, ведущий технологический процесс. Девять. Работники предприятий и учреждений и организаций, эксплуатирующих радиационные источники. Руководящий персонал, персонал, ведущий технологический процесс. Десять. Работники предприятий и организаций, осуществляющих транспортировку ядерных материалов, радиоактивных веществ или изделий на их основе. Опять. Руководящий персонал и персонал, ведущий технологический процесс. Собственно, вот этот перечень, состоящий из десяти пунктов. И я повторюсь. Смысл этого видео в том, что, уважаемые контрагенты, все хорошо, все замечательно. Да, Ростехнадзор приходит с контрольной проверкой, плановой, периодической. Проходят у нас обследования или не у нас директор, главный инженер, еще кто-то. А про рабочих мы забываем. Следующее видео будет продолжением этого видео. И там я действительно раскрою самую главную тайну нашего научно-практического центра. Прошу вас, обратите внимание. Персонал, ведущий технологический процесс. По сути говоря, когда это все создавалось, на конференциях, там, в Минздраве Российской Федерации, в Минатоме, когда только стали создаваться лаборатории, речь шла прежде всего об оперативном персонале. После Чернобыля оператор БЩУ блочного счета управления с преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения совершил ошибку на Чернобыльской атомной станции. Сначала нажал на кнопку, а потом подумал, что же я такое сделал. Возбуждение преобладало над торможением. И этот персонал, вот этот работник, который своими действиями повлек за собой совершение несанкционированным своими действиями, повлек за собой Чернобыльскую катастрофу, он был из разряда персонала, ведущего технологический процесс. Случился Чернобыль. Да, формально для Ростехнадзора директор, главный инженер, зам. Неформально. Надо помнить о том, что у нас существует непосредственный персонал, который сидит за каким-то пультом, управляет какой-то установкой и так далее, и так далее, и так далее. Про него забывают. Обследуя только 3, 4, 5, 5 руководящих работников. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.